Все ли на меня на месте? Ой, навешали на меня проводов каких-то. Сейчас я их куда-нибудь спрячу, чтобы они из меня не выпали. Все устали, я больше всех, потому что я же дольше всех нервничал. Мы сейчас говорили, ну еще немножко по терапинам, разговор будет намного проще. Сейчас говорили о искусственных языках и продолжим его, только будем говорить о естественных языках, то есть тех, на которых мы разговариваем. Меня зовут Виталик, тема моей лекции это этимология, народная этимология и то, к чему приводит небрежное или специальное небрежное обращение с этими вещами. Сначала я, наверное, хочу вас спросить, что такое, так сказать, или от чего происходит слово «карнавал»? Есть версии? Как его? Мы карлим мясо, по-моему, нет? Да. Но нет. Вы явно плохой кандидат для этой лекции, вам нужно встать и выйти. Потому что на самом деле, конечно же, слово «карнавал» происходит от свалка машин. Свалка машин. Карнавал. Окей, а теперь, когда вы знаете уже наш научный метод, мы можем этимологизировать еще пару слов. Например, слово «договор». Как вы думаете, что исконний, точно, точно, абсолютно верно. Вот видите, вы уже нашли общий язык. Филологический талант не пропьешь, скажем так. Окей. Те пара примеров, которые я привел, это, собственно, и есть, ну такая, скажем, конечно, шутливая, но народная этимология. То есть попытки понять, что значат слова, ну как бы не зная этого, ну просто догадываясь. Вот. Соответственно, этимология – это наука о происхождении слов, а народная этимология – это не наука о происхождении слов. То есть наша фантазия на эту тему. Сразу скажу, в чем смысл этимологии, зачем она вообще нужна? Ну, я когда подумал и решил, что по большому счету, ну незачем. Это просто очень интересно, я вам скажу. Заниматься этимологией – это большое удовольствие. Когда, ну, просто начинаешь в этом копаться, вот просто тяжело оторваться. Я когда готовил лекцию, я уже продолжал, и продолжал там лазить, вот там, в глубинах этимологических словарей, ну просто для собственного удовольствия. Попробуйте, может, вам тоже понравится. Окей. Итак, что такое народная этимология? Теперь уже реальные примеры. Например, вы знаете выражение «спинжак», да, «спинжак с карманами». «Спинжак» – народноосмысленное слово «пиджак». Слово «пиджак» ничего не говорит народному уху, а слово «спинжак» происходит от слова «спина», соответственно. Абсолютно реально в народе, еще не совсем недавно, я думаю, что можно найти бабушек, которые сейчас так говорят, говорили «скупелянт» вместо «спекулянт». Да, потому что, опять же, «спекулянт» – слово совершенно непонятное, а «скупелянт» – это человек, который скупает что-то, но потом что-то продает, соответственно. Ну, точно, то же самое, например, еще давно на Руси говорили слово «бульвар», потому что по бульвару гуляют, соответственно, так говорить гораздо понятнее и интереснее. И надо сказать, что вот это вот желание быть со словами на «ты», то есть не просто их не понимать и обозначать ими какие-то вещи, а вот чувствовать их в какую-то глубинную структуру, оно присуще человеку буквально от рождения. Когда люди только начинают осваивать язык, они уже осваивают инородную этимологию вместе с этим. Дети очень часто, например, называют лопатку «копаткой», ну, просто потому что ею копают. Еще можно там приводить примеры, например, ну, вот любят говорить «мазелин», вот тоже классический пример, ну, потому что вазелином мажут, соответственно. Что им мажут – непонятно, а вот что мажут – понятно. Совершенно, да. Окей. Собственно говоря, вот это и есть классическое определение народной этимологии, а теперь перейдем плавно к той народной этимологии, о которой я хочу говорить. Для нее нет названия. Оно точно так же называется народной этимологией, но по сути это нечто другое, потому что, как мы видим, народная этимология – это явление естественное, и оно не преследует никаких специальных целей. Ну, так просто удобнее, так интереснее или еще как-то. В то же время сейчас вот в масс... ну, в пространстве массовых коммуникаций, да, в интернете, там, в газетах, телевидении можно найти такие же примеры, причем довольно часто. Вы, может, просто их не замечаете, как бы, не имея там специального филологического рефлекса отторжения этих вещей. Вот. Я их сразу замечаю, у меня загорается красная лампочка. Вот. Назвать это народной этимологией уже сложно, потому что это делается специально и преследует определенные цели. Вот. Я бы назвал это, может быть, не очень удачным термином, но манипулятивная этимология. То есть, этимология, которая преследует цель определенным образом манипулировать смыслом данного слова, и через это, и в том числе и вами. Вот. Окей. Чтобы было понятно, о чем я говорю, сразу тоже пару примеров. Есть целый такой дискурс исторический, псевдоисторический, я бы даже сказал. Он активно развивается, все зависит от того, в каких кругах вы общаетесь, но если, скажем, вы общаетесь с определенным видом историков, гуманитария и всех прочих, они очень любят рассказывать о тайнах истории, которые официальная наука скрывает. Но, как бы, можно найти их методом определенных штудий, в том числе и филологических. Например, классик, можно сказать, псевдоистории Анатолий Фоменко доказал, доказал, что, например, Лондон исторически находился на Босфоре. Лондон находится на Босфоре, и вообще, то есть, как бы, на территории Турции. Каким образом? Все очень просто. Я не буду, наверное, все-таки стирать, просто чтобы не тратить время. Лондон стоит на Темзе, как мы все знаем. Темза по-английски пишется, ну, T-H-A-M-E-S. Да, вот, отбрасываем гласные. Нет, для начала сделаем другое умственное такое действие. По-арабски слово «пролив» — это саунд. Да, окей, добровольный помощник. Так, это у нас черный маркер. Итак, пойдем от противного. По-арабски «пролив» — это саунд. На самом деле, я не знаю, саунд или нет, так говорит Фоменко. Ну, поверим мы ему в этом, потому что... Итак, отбрасываем гласные, потому что у Фоменко... Ну, как бы, это на самом деле так, в арабском языке нет огласовок, то есть, пишется только согласные буквы. Итого, мы имеем пролив как СНД. Читаем это наоборот, потому что арабы читают наоборот. Читаем это как ДНС. Д, мы почему-то читаем как Т, ну, просто, потому что почти одно и то же, на самом деле, правда. Д или Т, это не имеет никакого значения. Читаем как это ТНС. Ну, там написано определенные буквы, и каким-то образом получаем темза. Правда, как N тут пишется, я тоже не знаю, но у него... Может быть, тут M, ну, хотя вообще там M точно, я помню, но не важно, да. Получаем темза. Итак, Лондон стоит на Босфоре, как мы только что доказали. Темза и темза, а тут темза и темза. Да. Ну, вот, вот так вот. Еще просто буквально один пример. На самом деле, Трудовый Фоменко выходит достаточно много, выходило на протяжении последних 20 лет достаточно много. Вот это вот одно из основных логических оснований для написания фоменковской истории, которая называется «Новая хронология». Вот, то есть, как бы, вот такие вот лингвистические студии, скажем. Например, оказывается, что центром мира исторически была Самара. Почему? Все очень просто, потому что... Хотя по машинам место проблета. Центром мира вообще не очень благоприятны для жизни. Так вот, тем же самым методом. Мы читаем, Самара, наоборот, получается, что у нас получается... Давайте напишем. Что она была центром мира. Да, Самара... Ага, читаем, да, получается, а Рамас... Ну, как бы, ну, абсолютно же очевидно, что Рамас — это Рим. Вот. А, ну, не знаю, там просто приесили зачем-то, я не знаю. Это мы в Самару, а потом мы еще это писали. И вот так, ну, как бы, Самара и была Римом, вот, и, как бы, Римская империя была центром в Самаре. Если вы думаете, что это шутки, что, ну, как бы, ну, я не знаю, на уровне бреда, нет, абсолютно нет. А, если серьезно, ну, как бы, реконструировать всю историю общественной мысли, а ведь общественная мысль, ну, это, скажем, все, что определяет наше бытие, кстати, даже чуть-чуть больше, чем компьютеры, потому что компьютеры только считают то, что в них заложили люди. То Фоменко, его ближайший последователь — это Каспаров, тот самый, который шахматист. Он хороший шахматист, но не очень хороший историк, поэтому ему, ну, как бы, очень нравились фоменковские труды. Каспаров — это политический союзник Дугина. Дугин — это теоретик евразийства. Евразийство — это сейчас, можно сказать, официальная доктрина Российской империи. Ну, или там, со стороны, там, РСФСР, как ни назови. Вот, и Путин цитировал буквально вот Фоменко, ну, не называя, что это Фоменко, но, как бы, блицат из него. Например, он говорил, что во время какой-то там годовщины Куликовской битвы, он говорил о том, что в Куликовской битве мы знаем, или как, или у нас есть сведения, что с двух сторон сражались русские. Вот, ну, по Фоменко татары-то тоже русские. Вот, типа боевые отряды, боевые дружины, он заказывает немедленно вот таким же образом. Вот, то есть, как бы, все очень серьезно на самом деле. Теперь, как бы, еще тут просто пару примеров, чтобы вывести это из политической плоскости, перевести это в другие области, в которых очень часто используется манипулятивная этимология. Это этнография, ну, как бы, опять же, псевдоэтнография, культурология, все, что... Ну, если про историю мы говорили, ну, то есть, это все области, в которых, вот, скажем, манипулирование чистыми смыслами, оно вот имеет какую-то цель, да? И мы начинаем ими немедленно манипулировать. Ну, например, есть такой у нас сатирик, как Задорнов, имя которого я все время забываю, Михаил вроде. Вот, у него там тоже есть много интересных штук. Например, из этимологии Задорнова мы узнаем, что ему нравится слово «аристократия», потому что аристократия, он этимологизирует, как слово, ну, корни, скажем, «арий» в стократном поколении. Аристократ. Я не знаю, почему, ну, как бы, на чем он основывается, потому что то, что Кратос – это власть, он знает, о чем немедленно говорит, буквально в следующем абзаце, он говорит о том, что демократия – это власть демонов. И он это, кстати, даже обосновывает, он говорит о том, что демократия – это не весь народ. Это та часть, которая участвует в выборах, то есть электорат. А электоратом движут демонические побуждения. Демократия. И опять же, мы могли бы отнестись к этому как просто к забавной шутке, если бы не несколько «но». Во-первых, я очень часто слышу, скажем, от многих людей, которые, ну, просто, скажем, чем-то интересуются. Да, есть люди, которые вообще ничем не интересуются, а которые интересуются чем-то, ну, скажем, не имеют для этого… И они могут быть даже, там, суперпрофессионалами в другой области, но, например, в области гуманитарных наук они так немножко, ну, скажем, поверхностны. Фоменко – отличный математик. Да, Фоменко – отличный математик. В области чего? Теории множеств. И у него, как бы, абсолютно заслуженные премии звания академика наук. Ну, то есть не куплено, а ничего. Но, как бы, мы видим, к чему приводят его исторические штудии. Поэтому я вот так просто общаюсь с людьми, очень часто, как бы, наталкиваюсь на том, что люди делают умозаключения, основываясь на ложной этимологии, которые кто-то сделал абсолютно сознательно. Конкретно, например, зачем Задорнова это делает? Ну, как бы, он это все подводит, опять же, под эту идеологическую базу. Он говорит о том, что все языки произошли из русского. Вот, например, да, ну, например, по Задорнова вы же знаете, наверное, может быть, кто-то из вас знает, что Га – это у него движение русское, поэтому Гагара – это Гага, в смысле, движущаяся Кра, то есть к солнцу. Вот, и от этого произошло, конечно же, английское слово «goll». Да. Ну, это просто пара примеров, как бы. Но там очень большое пространство для… Ну, хотя изучать там на самом деле нечего, не знаю. Да, ну, радуга. Да, мы просто обсуждали это, ну, как бы, к сожалению, мы ограничены во времени, я не могу приводить очень длинные ряды слов. Окей. Что я хочу теперь сказать? Когда вы встречаете просто попытку объяснить вам любой смысл, да, через апеллирование, через воззвание к истинному смыслу этого слова, уже в этот момент у вас должна зажечься красная лампочка, это, как бы, такой простейший филологический рефлекс, и вы должны знать, что, как бы, существуют этимологические словари, в которых, ну, как бы, на основании определенных строгих языковых закономерностей эти смыслы изучаются, да, они просто там прислушиваются по созвучию, как один из народных этимологов говорил, что вообще вот это, в чем у вас в школе учат? Как вообще вот можно вот понимать слова, вот просто изучая вот их в школе? Например, вот слово ровный, ровный, это, казалось бы, ровный, да, но ров, это же ров? Ну, как это? Ну, на самом деле, это абсолютно, ну, это звуковая конвергенция, просто абсолютно, ну, разные корни, ну, ну, я просто к тому, что, да, то есть, самая по себе попытка апеллировать, потому что вот это слово на самом деле обозначает вот это, вот имеет вот этот смысл, ну, например, как на одном из сайтов о здоровом питании, да, у меня есть примеры из самых разных сайтов, да, слово праздник, буквально цитирую, праздник от слова праздь через, то есть это порог, через который надо пройти, чтобы измениться, преобразиться и пойти дальше, это переход в другое состояние, пройти эту границу надо так, чтобы поднять иммунитет, сохранить гормональную систему, биохимический состав, быть в одном биоритме с природой. Это длинная конструкция разбивается элементарно тем, что в старославянском нет слова праздь через. Словарь старославянского, он весь известен, потому что это же письменный язык, да, и как бы все слова, которые есть в рукописях, они есть в этом словаре, там нет слова праздь через, я проверил, вот, и корень праздн просто, да, это праздный, ну, то есть ничего не делающий праздник, время, когда можно ничего не делать. Это осень и очищать свои биогормональные системы. Ну, это как бы такая, можно сказать, невидная манипуляция, но на этом же сайте есть очень много других, гораздо более, там, интересных, в том числе и корейскому прошлому, и ко всем этим штукам. Вот. Итак, пара слов о том, как работает этимология, чтобы у вас не сложилось впечатление, что ученые занимаются тем же самым, только более непонятными образами. Ну, то есть, более профессионально пудрят вам мозги. Во-первых, составляются, естественно, словесные ряды. То есть, как бы, нам известны определенные закономерности, скажем, движения, культур, да, то есть мы знаем прекрасно, что, например, там, славянская культура произошла от греческой, поэтому можно уже там предполагать, да, что определенные греческие корни пришли к нам из Греции непосредственно. Ну, это самые общие такие штуки. Вторая штука – то, что существуют языковые закономерности фонетические. Опять же, на основании, там, большого количества, ну, серьезной источниковической работы заявляется о том, что, там, например, в, там, восьмом веке на данной территории происходили такие-то фонетические процессы, да, там, аглюитинация, там, омягчение, там, ну, не будем переводить, в принципе, я могу, там, конкретный пример зачитать, мне просто очень понравилась эта такая штука, например, вот, про связь эндоевропейских звуков, именно, просто звуков, звуковые законы. По первому передвижению эндоевропейские ПТ и К, то есть, если мы изучаем эндоевропейские корни, в которых есть звуки ПТ и К, далее общегерманские Ф, П, ИХ, ну, это реально, как бы, ему звуковой закон, эндоевропейские БД и Г, дали общегерманские ПТ и К, эндоэвропейские придыхательные БХ и ГХ, дали общегерманские БД и Г. Они будут засчитывать дальше, но к чему я так говорю? То, что если происходят какие-то позиционные изменения в славах, они никогда не случайны, они всегда закономерены. Я приводил пример, например, как из старославянского в современный русский язык переходили слова. Например, если было то, у нас слово «борода», оно звучало как «брода», «ворота» звучали как «врата», «молоко» как «млеко». То есть мы видим определенную закономерность, и мы можем уже предсказывать. Даже, например, если у нас нет, то есть именно так восполняются лакуны, если у нас нет конкретного источника, но мы можем сказать, что вот в этом месте этот звук бы повел себя таким вот образом. Вот так изучаются корни и их переходы. Пара примеров тоже к тому, насколько этимология, научная этимология сложна и неумозрительна, то есть ее очень тяжело высосать из пальца. Существует французское слово «щен», «собака» или «щен». Оно восходит к латинскому «канис». «Канис» – это собака. Как мы видим в этих двух словах, нет ни одного общего звука. «Канис» и «щен» как бы они слабо похожи. Тем не менее, через закономерности развития французского языка, абсолютно четко видно, по векам, как менялось это слово, как у него отпал сначала латинское окончание «ис», остался «кан». «Кан» я не знаю, у меня просто нет материала, четкой схемы трансформации, но «кан», грубо говоря, «шан», «щен», «щен», оно пришло к этому. И опять же, это не единичный случай, это не выдавано, потому что так вели себя абсолютно все эти слова. То есть все слова, другие корни, в данных позициях все звуки себя вели таким же образом. И французский язык вообще очень во многом восходит к латинскому, но это не тема нашей беседы. Тоже совершенно такой мой любимый пример. А, например, про то, насколько тяжело, знаете, в школе мы все занимались разложением слов на корни. На самом деле, в школе те слова, которые раскладываются на корни, суффиксы и приставки, на морфемы, это специально подобранное слово, потому что большинство слов так не раскладываются. Они раскладываются гораздо сложнее или вообще не раскладываются. Но в школе это слишком сложно, чтобы это изучать. Например, давайте разложим слово «зонтик». Где там корень? Зонт. Супиксик или цупиксик? В школе – да. Вернее, в принципе, даже можно сказать, что синхронически, то есть на данном среде существования языка – это так. Но диахронически, то есть в историческом разрезе, зонтик – это все корень. Потому что зонтик – это заимствованное слово. Оно восходит к голландскому зону «таг». Зонтик – это корень. Он был переосмыслен. И сейчас действительно его правильно так раскладывать. Но так вот с многими словами. Мы говорили о слове «облако». Но оно же в языке уже, собственно, по правилам начало работы. Да. Зонтичный язык. Да, абсолютно правильно. Но это уже ассимиляция пришлого материала. Но заимствованное было именно как зонтик. И более того, при определенном звуковым законам, именно так оно и звучало. То есть «т» перешло в «к». Вы еще используем не по правилам? Нет. Почему? Язык – это живая среда. Я сказал, что именно сейчас синхронически. Не по правилам? Защита от солнца. Ну да, как бы не от дождя. Совершенно верно. У меня зон большой, зонтик маленький. Сейчас – да. Но зон и так – это просто защита от солнца. Да. Еще раз говорю, облако. Слово, которое я на экзамене по какому-то языковедению пытался разобрать, я его так и не разобрал. Где облако, что? Все корень. Это все корень. Фактически. Даже синхронически, даже сейчас. Ну, то есть там не выделяется, ну, потому что морфем – это значимая часть, а там нет значимых частей. Оп, треста. Ну, нет, ну, аллах, нет. Оп, что? Корень лука. Да, там действительно корень лука, но это как бы только диахронически. Синхронически его нельзя так разлагать сейчас. Нельзя выделить в слове «облако» корень лука. Вот. И, ну… Можно вы детям не говорите. Да. Ну, пойму дальше русские. И последний пример, опять же, к сложностям этимологии про путешествие слова «верблюд», которое… Нет, сначала, все-таки слово «слон», которое стало словом «верблюд». Классический пример из учебника Реформатского. Так вот, изначально у нас… Давайте все-таки от верблюда пойдем. Верблюд в Старославянском звучал как верблюд, ой, верлблюд, верлблюд, да. А перед этим он звучал, ну, совсем неприлично, как белблять, но это правда, да. Блблуд, блять, от слова «блуждать». Вот эта часть, которая «блуждать», она пересмысленно по народной этимологии, потому что по… звучанию народ ассоциировал это слово с блужданием, то есть верблюду положено «блуждать» по пустыне, вот. А в польском он звучит без «л», как велбад, без второго «л», как бы там оно ближе к изначальному, потому что второе «л» – это вот по народной этимологии там появилось, а велбад, он велбядь, заимствован из Готского, там, где он говорится как улбандус, улбандус как велбад, ну, то есть по языковым законам данного языка, которое оно заимствовалось, оно произносилось так. Улбандус, соответственно, восходит к латинскому «элефант», который восходит к гренческому, ну, «элефантос», да, здесь у них «да», «элефантос», соответственно, восходит к египетскому, очевидно, не, наверное, все-таки к арабскому «аль-эфас», «аль-эфас» восходит к древнеегипетскому, а уж куда оно восходит еще раньше мы не знаем, вот, то есть наш верблюд уходит куда-то вообще в бесконечность, скажем, но вот такие вот штуки, и я просто к тому, что, да, он как в пустыне, так и в языке блуждает, да? Да, он блуждает в языке, как в пустыне просто, и изменяется просто неузнаваемым образом, и на самом деле это очень, ну, так ведут себя практически все слова, особенно слова, которые вот относятся, которые к языковому ядру, да, то есть я, которые обозначают там предметы быта, там, части там тела, там, то, что мы едим, там, хлеб, Нива, там, все это вот, там, небо, они все очень древние, они реально восходят к андоевропейским языкам, у них от корней остались там отдельные там звуки и буквы, но они реконструируются абсолютно научно, я же говорю по тем принципам, о которых я говорил, не таким образом. Нет, вот, потому что, как мы видим, по языковым карточкам мы можем сказать, почему, не просто фантазируем, почему это вербыль стал слоном, вот, мы говорим об этом на основании источника, а, соответственно, да, заключение моей лекции, еще раз, есть очень хороший словарь, этимологический словарь Фасмера, Фасмер уже давно и вообще был немцем, но он составил отличный словарь русского языка, этимологический, ему, очевидно, русский было, ну, приятнее изучать или интереснее, как чужие, да, слова четырехтомные, но есть в электронном виде, обращайтесь к нему почаще, если у вас возникнет филологический зуб, вот, и, ну, не поддавайтесь на манипуляции, вот, всяких таких вот вещей. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Филипп. Повет задорно. Да, антизадорно. Так, наверное, лекцию надо было задать. А, если еще есть сила задавать вопросы, то я найду силы на них отвечать. Я слышал недавно, что, ну, я не помню, точно источник информации, потому что он более в курсе, но были истории из серии того, что словарь Фасмера, это вообще-то на самом деле специально кем-то написанная фальшивка, которая имела цель запутать, что он вообще немец, что он работал там на всякие спецслужбы, чтобы нас начали как-то запутать. Да, но если мы откроем словарь Фасмера, то Фасмер, он производил больше, как бы, упорядовывающую работу, и он каждому словарному внизу дает огромное количество ссылок на другие работы, и считать их всех агентами довольно ненаучно. Ну, по сравнению, допустим, да, с тем, что просто ссылается на британских учетов. А он ссылается не только на британских. Ну, можно познакомиться со структурой, сравнить с Задорновым, у кого убедительнее. Почему последователи вот этой всей Задорновщины упорно пишут «жиши через хуй»? Ну, может быть, как раз по той причине, что… Я неоднократно с ними общался, причем для них очень принципиальная позиция. Принципиальная? Да, послушай слово «жизнь» точно же через хуйню. Не, ну, возможно, у них есть просто какие-то вероучительные причины, но их вероучения я не изучал, простите. Нужно парпорыться и найти. Очевидно, по тем же причинам, что оно более ведический смысл имеет, естественно. Логично. Соответственно, интересовало вопросы. Почему у нас пишется, они так и произносятся, и произносятся иногда не так, и вообще правильно? Это вопрос. Если вам пишут, пишем «Ливерпуль», читаем «Голл». Почему «Голл» читается как «Голл»? Естественно, мне кажется, что в английском языке все еще более запущено. Хотя на самом деле я плохо смотрю на русский. Я начну с конца все-таки с английского. В английском все очень логично. В английском есть слои заимствований. Каждое заимствование из определенного языка пишется по определенным правилам и по этим же правилам читается. Они абсолютно четкие и, скажем, непререкаемые. То есть, если вы их знаете, то в принципе там вообще не возникает никаких вопросов. Например, слово «маск», или как оно правильно считается, но оно пишется не так, как другие английские слова, потому что это не английское слово, а заимствовано. Или «бижутерии», французское слово. Оно тоже по-английски, я его не смогу написать без ошибок, честно говоря. Но прочитать я его без ошибок смогу, потому что это французское заимствование. Основные источники английского это скоттиш, да, нормандская волна, французская волна. То есть, через века ложились волны завоеваний, эти завоевания оставляли после себя такие пласты слов. Очень, кстати, интересный. Сейчас. Хорошо, что вы о этом спросили. Дорофеев думает, вы заметили, Дорофеев сказал, что английский очень простой язык для профессионального философа. Я просто не вспомню, баран по-английски у нас как точно? Матон. Голд. Нет. Как у нас баран? Матон. Нет, матон это баранина. Прошу прощения. Баранина, матон значит... Нет, баран не матон. Овен. Возможно. Назовем его овеном, короче, просто до выяснения скажу. Я вам скажу, что самое интересное, что есть большой ряд слов, которые в предметном значении имеют одно название, в инструментарном значении имеют другое название, потому что это другой пласт заимствования. Так вот баран это один пласт заимствования, а то, что делается из барана, как инструментарное значение, это матон. И матон это конкретно, ну, как бы во французском мутон это тоже на самом деле... Как пиф-корп, да. Да. Но пришло из немецкого, это немецкие корни, вот как раз нормандских завоеваний матон. А слово баран это более раннее слово, лет на 500. Биф, да? Да. Для норманов они не ели бараном? Нет, они просто называли баранину бараном, да, как производная от барана. Наоборот, мутон это следующее, да, как-то, да. Ну, то есть было слово производная от барана, а потом производная от барана отселась, она стала называться мутоном, а баран остался бараном. Как выбирается, что это не... Так получилось, как этот естественный отбор? Естественный отбор как раз происходит по очень многим сложным причинам, далеко не всегда лингвистическим. И лингвистические студии тоже привлекают много, большое количество исторических источников и всего прочего. Например, почему слово... Ну, в конце концов, почему слово... Ой, елки-палки. Все, все, все вылетело из головы. Все вылетело. Почему слово затрапезный, например, у нас обозначает что-то такое вот не очень хорошее, да, низкокачественное? Трапеза абсолютно четко от греческого трапезда обозначает еду. Почему то, что относится к идее, оно вдруг стало плохим? Лингвистически мы не можем получить ответ на этот вопрос. Только исторически. А исторически существовала московская фабрика, которая управлял некий затрапезнов. Фабрика производила материю плохого качества. Материя. Народу не нравилась эта материя. Он назвал ее затрапезной абсолютно, ну, как бы, ну, типа, как он назвал бы ее, Дорофеевской, например, если бы это был я. Эти пология слова тренки, да? Ну, да, ну, на самом деле тут же, я не знаю, фасмер ничего не говорит про тренинг. По ремонту, да. Есть же версии. Я к тому, что как это выбиралось, оно выбиралось иногда очень странными образами. То есть в русском языке вы знаете, что очень много, большое количество технических терминов, они немецкие, просто потому что развитие, технологии происходило в то время, когда на Россию было сильное немецкое влияние. Вот, поэтому все там верстаки, все там дюсселя и все прочее, оно немецкого происхождения, да? То есть компьютерная терминология английская. То есть это не внутриязыковые законы, это исторические законы уже, этнографические, культурологические. Почему именно то стало тем? Возможно, это все примеры новых слов, которые раньше не было. А когда старые слова замещали? Старые слова замещали? Ранее она же была в английском, но вдруг вот именно ее заместила чужое слово. Вот в данном случае я говорю, я могу только предполагать, вот, поэтому я не буду там говорить, что вот-вот поэтому. Но я не знаю причину, почему произошло именно поэтому. Но сам принцип, он подсказывает, почему именно так произошло. Потому что, возможно, какие-то вещи англичане не делали. Какие-то вещи. Я не говорю, что не делай баранину. Но какие-то вещи они не делали. Именно вот эта вот нормандская волна, она принесла именно ряд продуктов. И продукты стали называться именно словами немецкого происхождения. Возможно, какой-то конкретный вид. Какое-то блюдо. Да, возможно, какой-то. Новые слова, да, как бы вот, потребовались новые слова. Замещение на самом деле происходит редко. Заимствование тоже происходит не с бухты-барахты. Обычно берут все, ну, новые слова, неологизмы, да. Они используются тогда, когда нет слова более подходящего. Это первый случай. Второй случай очень, на самом деле, хороший и прекрасный. Это терминологизация. Термин – это прекрасная штука, потому что, в отличие от слова естественного языка, который очень расплывчатый, у него миллион, там, дополнительных значений, коннотаций, там, эмоциональных привкусов. Термин прекрасен тем, что он подназначен прост и строг. Вот, если нам нужен термин, нам проще взять слово из иностранного языка и назвать конкретную вещь конкретным словом, да. Постамент назвать постаментом, а не стоялом. Аккомодация вместо приспособления. Аккомодация вместо приспособления, ну, да. Если мы говорим о аккомодации, то уже понятно, что это, как бы, ну, не я приспособился вот к этому стулу. Хотя можно сказать, аккомодировался, но это будет уже, так скажем, иронически. А понятно, что это либо биология, либо, ну, как раз, да. Вот, таким вот образом. На закуску, кстати, вам скажу, что рефлексы иногда подводят. Тоже, буквально сегодня узнал, что слово гламур происходит от грамотности. Подумал, что это, типа, такая, ну, шняга, чтобы девочек, ну, от гламура, так сказать, грамотность поворачивать. А нет, правда? От того же, от скотского, кстати говоря, да, там, грамма, что-то там. Звери призывают к образованию, получается? Нет. Граммар, вот этот самый, корень, он обозначает, соответственно, учение, в том числе, и магию, да, как изучение. Вот, и, соответственно, магия, как шарм, да, в этом плане стала вот гламуром, да. Меня скорее пугает, что грамотность приводит звери к зверям. Так что, ну, так. Ну, там, где нет грамотности, нет телевизора, нет зверевого. Логично? Да. Это ты про первую часть лекции, да? Само важно, если не понимая, о ком идет речь. Языковые игры, это прекрасно. Вот, так вот, как мы сейчас играемся с этим словом, это как бы, это здорово. Главное не говорить, что это истинный его ведический смысл, понимаете? Не забивай себе мозги и другим. То есть, народная этимология, это всегда, ну, как бы, народная этимология всегда хорошо. Она делает слова, как бы, проще. Она позволяет, открывает нам огромное пространство для поэзии, для шуток, для каламбуров, да. То есть, слова можно, там, возводить одно к другому. У Зощенко, например, есть очень много таких штук, например, как гуверняника. Ну да, гуверняника, прекрасное слово, почему бы нет? Ну, ну, все-таки шуточное. В отличие от Задорного Зощенко, не говори, что это его ведические смыслы. Просто шутит. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...